так ну что сегодня мы находимся в самом дорогом турецком ресторане в москве потому что на сегодня будет с тобой золотой кебаб я позвал золотую молодежь москвы уже не молодежь не надо золотые ноги спартака понимаете как кебабы там также вот такие же ноги перебарщиваешь лишнее болтаешь но подожди вот если ты согласишься что ноги у тебя не застрахованы они кормят тебя но наша говорил один футболист футбол играют головой ноги это лишь инструмент приношу свои извинения что за футболист андреа спирла перла перла легенда лайк запрету уже не ферлопис тоже застрахован модели работает головой а жопа только инструмент турецкая пицца но я очень люблю ее мне нравится хороший помидорчик я больше одну съел в совокупности ничего лишнего посмотри насколько он стоит причина это просто мясо хлебом какого ничего мы не так сделали вместо всегда решает говорят ты разбираешься в еде вот если тебе вот это вот не понравится тогда я не знаю это очень сочно сочно золото хоть у меня любят людей кормить не просто такой плюшевый мишка на и брат ну что сегодня ты не на поле сегодня ты в ресторане у тебя в гостях когда если что соболев нам очень помогал в дубае очень сильно нас выручал я об этом вам сказал в ролике зубриум и я решил что надо благодарить шикарно и позвать его в этот ресторан у меня давно лежал на полочке я нашел кого же покормить особенно ты любитель я так понял и депрошки метод накидал своих любимых ресторанов ну да я любитель покушать близ вопрос любимое блюдо ой тяжелый вопрос среди просыпал голодный и прям ее хочешь заказать приготовить не могу так ответить ну нет такого у тебя есть такое блюдо конечно какой борщ оливье что могу есть там условно каждый день наверно больше могу есть каждый день любимое заведение куда-то приходил бы сто процентов мне это бутчер 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 недавно был хорошее заведение вот я вот по плохое настроение иду бутчер тоже хорошего строя иду бутчер мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума люблю разную кухню это какой-то день хочу там условно рыбный ресторан какой-то мясо подносит разносторонний а не может обратиться раза сара не могу но в этом плане нет по настроению любимый клуб футбольный спарта и мне все клубы нравятся слушай чечевичный суп любишь честно вот все что связано вот с этим не очень но ту но турецкий чечевич на сумму попробуем я ни разу не пробовал честно она не идет желудок она идет прям сердечко с лимончиком поливаем лимончик да главное не лимончелло а лимон да не прям прям много делать да ты что это это без этого вообще ни разу не пробовал но когда болик белек баллы баллы как мек это на босфорском заливе я пришел и мне дали хлеб селедкой это их фирменное блюдо я думаю что так плохо а потом лимонного сока добавил нет но может быть знаешь говорят же когда готовят соль что скрывает то что типа блюдо не вкуса добавляет добавляет она добавила лимонный суп также тут раскроет потенциал давай мешанька им как у меня говорят хорош тот самый вот ни разу не пробовал но мне очень понравилось они все похожи как будто как этот суп называется который ну из шампиньонов вот так же грибной крем суп за день до игры ведь вечерний ужин получается всегда у тебя следующий матч с рубином девятнадцатого числа вот ляпнет чечевичный суп вы рубина вы рубина ну хорошо я хочу тебе что-то праздновать у тебя есть шу нету не про нет ну такого своего нету не вот забиваешь гол и уходишь с поля я праздную голы но нету такого как там ну криштиану там празднуют одно празднование такого нету ну все тогда вот у меня есть шу а ты выбегаешь к чешу суп забиваешь рубина забиваешь рубину рубина и делаешь дабл в дабл в это что значит это типа когда хорошо дабл в так типа вот сделаю так вот подожди ты меня можешь разводишь на что-то но я спросил мошенники они или нет они сказали нет это вкусно в меру посолено в меру вот здесь вкусно да но вот здесь оценка вот и по пятибалльной шкале здесь пятерочка чечевичу суп я бы если бы это пятерочка чечевичных в категории чечевичных супов это пятерочка если вот я могу даже вот с рубином с этим супом туда приехать давай давайте билеты сделала давайте давай тогда и рубину забиваю а ты стоишь на трибуне с этим с кастрюля я подбегаю ем этот суп у тебя чечевич на суп пошел хорош честно я первый раз пробовал мне понравилось все забирает да да в общем стас мне все никак не хочет показывать свой график хотя вечно чем-то нет но я же менеджер я же должен знать ничего мы сами посмотрим так вот и на календарь два чизбургера из делюкс двойной чизбургер чего я конечно знал что стас любит еду но чтоб настолько опережая вопросы объясню это вкусный календарь и по которому я каждая альфа пятницу могу прийти во вкусная точка и оплатить карты альфа банка акцию дня и получить кэшбэк сто процентов обратно и тебе кстати уже пора сегодня кстати пятница погнали я тебе угощу наггетсами если ты еще не оформил себе карту ну что держи свои наггетсы график я дальше и сам тебе покажу лучше оформить тоже карту альфа банка бесплатно по ссылке в описании так ты точно ничего не упустишь все самое выгодное и интересное вот а у вас у спартаке какие кричалки да много разных просто мясо это что у нас зенит нет мясо это спартак ты по моему перепутал а мы я короче была ну когда в самаре играл крылья совета самара и мы короче дома играем на стадионе ну домашний стадион дома и короче все болельщики на крылья они крыцы типа самара крылья совета там спартак мясо эти там кони от крылья крысы и весь стадион начинает кричать крысы крысы я думаю какого зачем мы не так сделали почему нам крысы крик кричат и крыса давай пиде турецкая пицца но я очень люблю ее решать специи очень сильно хорошая мне нравится хороший помидорчик я бы еще одну съел тем более ты была тем более ты плачешь сегодня и хуй мне слишком соленая соленая да вот просто я и говорил понимаешь да чечистый суп он был в меру соленый в меру прикольный а здесь конечно немножко или шеф-повар в тебя влюблен мне кажется в тебя когда увидел сколько ты заказал они сегодня кассу за месяц отбили это лучше работа лучше работать лучше работа в мире я поставлю 3 из 5 потому что соленоватая поддерживаю поддерживаешь но очень вкусно она знаешь как такая закуска которая уйдет я не могу понять она вкусно это у тебя не вкусно это у нас соленая для пропедеска как закуска уходит хорошо потому что пиццы много теста если брать пиццу большую мою домашнюю много теста мало мяса сочный бургер посмотри просто на это как он сочится мне нравится что в совокупности ничего лишнего посмотри насколько он простой здесь у нас есть я единственное что не люблю это вот лук да по да сладкий лук да вот это карбелизированный кусочки сочного мяса просто посадить картошечка высочится давай картошечку хорошая картошечка хорошая но это попробуем давай че 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 это просто мясо с хлебом как мы себе представляли лук вот не просто я лук не очень люблю бургер из-за того что здесь это вкусно мясо тут здесь зарешала мясо это куски это это куски мяса которые нас всегда готов мясо всегда решает медиум вот я считаю мясо это на лучше согласитесь и условно но я понимаю некоторые любят там они думают что там кровь они думают что не кровь согласись что когда мясо валдана я считаю его из немножко испорчено потому что оно не такое сочное. Слушай, я могу объяснить, что есть типы мяса, которые хороши как well done. Готовятся там без троганов. Нет, если мы говорим про стейки, про... Нет, стейк средней прожарки, самое лучшее. Если мы говорим про медальон, чуть ниже средней прожарки. Ну, medium. Да, да, да. Medium, well, medium. Но если well done, то я это считаю подошвой, это испортленное мясо. Ну вот я про это тебе и говорю. Ты зачем повторяешь, повторяешь? Я тебя спросил. Это монтаж, мы можем вырезать, я как будто первый раз скажу. Жить, когда ты любишь well done вообще, но есть люди, которые оно не переносит. Ну да, у меня есть многие знакомые, которым мне нравится medium. Слышали? Знакомые. Не друзья, не близкие знакомые. Это просто сложно назвать для меня бургером, потому что все-таки я привык к котлетам в бургере, но это вкусно. Здесь зарешало мясо, вкусная картошечка. Такого одного бургера и можно день удался. Мне Саня Кокорин рассказывал. Короче, а Дзюба в теннис же хорошо играет. Правда, как они праздновали. Дзюба в теннис, короче, хорошо играет, понял? И они полетели отдыхать на Мальдивы, Дзюба был, ну, все семьями. Кто ж там был? Был Кокорин с Мамаевым. Ну, типа, два на два решили в теннис играть. Кокорин с Мамаевым одна пара, а другая пара Дзюба, ну, с кем-то не помню. Пацаны, короче, Кокорин так раскачали тему, что они якобы умеют играть в теннис хорошо, что Дзюба, короче, неделю там или пять дней тренировался, короче. Мы, говорит, просто вышли, говорит, по мячу попасть не можем, просто и ушли. Ну, я когда Дзюбе это предложил, он говорит, ты хочешь реально сделать это, чтобы мы против друг друга готовили? Да. Ну, это будет бомба. Не, смотря что готовить. Ну, это там роддом на этот раз, без рецепта. Тыкаешь какую-то книжку, вытаскиваешь рецепт, ну, смотришь пару минут, вот забирает и готовишь, что лежит на столу. Но я смогу. Я бургеру ставлю, я бы сказал бы это не бургеру, турецкому, я ставлю, ну, четверочку. А я тоже четверочку, ну, мне просто лук не нравится. Ну, мне все-таки, я больше к классическому бургеру. Вот если бы был лук не сладкий, а обычный. Вообще бы, если бы там были бы огуречки и халапеньо. Александр. Мне кажется, халапеньо, острота, вот это та острота, которая... Ты любишь острое, да? Я же вообще дошел до такого, что я же рекорд Гиннеса бил. 14 миллионов скобелей. Ну, да, попробовал рекорд Гиннеса, 14 миллионов скобелей и я стал острым. А, я, короче, мы полетели отдыхать, и там была мексиканская, какой-то мексиканский вечер. Ну, я тогда еще, ну, как бы и сейчас по-английски не особо, и там, короче, лежит картошка, типа вот такой же картошки и соус какой-то красный. Думаю, о, нормальный, что-то кетчуп там или что, картошечку эту беру. А там картошка, короче, уже была острая. А я люблю острое, как бы. И соус был острый. Я, получается, просто эту картошку одну беру, макаю в соус прям так хорошечно, прям раз, просто. И я просто, я думал, я умру там, реально. Я просто, я не мог дышать. О, блин, я горю! Так, ну что, то, что ты захайпил мне. Это я, я заказал. Да. Фирменный кебаб. Говорят, ты разбираешься в еде. Вот если тебе вот это вот не понравится, тогда я не знаю. Мёдик, мёдик, мёдик сделай. Да, да, да. Вот это очень хорошая штука. Здесь свежее тесто, хрустящее. И кебаб, который очень много. Посмотрите, сколько специй здесь, сколько зелени. Это очень сочно. Вкуса мяса в сочетании. То есть они поженили специи мяса, и оно получается очень гармонирует. И кисленький айранчик не прям заходит здесь. Здесь он прям кислит. Но это очень вкусно. Это мое любимое здесь. Ну хорошо, идем. Пойдем в следующие блюда. Это 4 из 5 забирает, 100%. Ну это для меня 5 из 5. А ты петрушку пробовал? Добавим балл. 3 из 5. Ну слушайте, ребят. Подача хорошая. Это эффективно. Это сочно, вкусно. Много овощей, много твоего любимого лука. Знаешь, что мне понравилось? Что очень сочный кебаб, очень вкусный. В меру специй. Там было побольше специй в твоем любимом кебабе фирме. У тебя любят людей кормить? Ты такой плюшевый мишка, знаешь. Ты чего? Точно острое. Забирает свое здесь. Острое в мясе хорошо. Сочно. Золото. Здесь так же. Ты пробовал? Отдельно золото попробуй. На камеру покажи, что ты золото попробовал. Серебро лучше. Я думаю, что такой метровый кебабчик без золота. Наверное, маст хэм на вечер, если здесь прийти с компанией. Какая у тебя там тачка, квартиры, срачки там, яхты. Все, мне п***** там, хоть бэнтли. Хорошие волокна. Мне кажется, это прям будет таять во рту. Сейчас попробую. Это прям хорошее мясо-мясо. Но здесь знаешь, чего не хватает? Какого-то свежего хлеба и много овощей свежих. Огурцы, знаешь, я люблю с огуречиком. Свежие овощи, согласен. Именно так потушили, что все на волокна разлетается. Я такое мясо люблю. Вот именно. Давай начнем с того, какое мясо ты не любишь. Такого не бывает. Посмотрите. Все. Не, ну а сколько томится? Часов 12, наверное, нет? И просто у меня даже еще сохраняется какая-то прожарка, развязна. И оно явно пропитано специями. Оно замариновано. Мясо-бомба, честно говоря. Блюдо сегодня хорошее. Самое вкусное, наверное, к чему я вернусь, это, наверное, я дал бы себе свое сердечко кебабу. Оно прям... К золотому? А? К золотому? Ну не ва, просто кебабу. Золото, не золото. Это мясо на любителя. Очень вкусное. Но кебаб зайдет... Короче, у тебя из сегодняшнего стола вот кебаб. Топ-1. Топ-1. Топ-2. Асада. Топ-3. Бургер. Ты, сука, мое блюдо не поставил? Ты... Твоё блюдо, похоже... Это ты заказал... Так не плачь, пожалуйста. Идем в десерту. Десерт, награда за еду. Так, ну что, десерт, награда за еду. Его тоже руками? Нет. Просто в этом плане не образованы. Ой. Мне, знаешь, нравится это именно мороженое, которое в турецких ресторанах и в Турции, которое как жвачка. Да, да. Необычное у них мороженое, да? Оно такое тягучее. Главное, что нас сейчас никто не... Ну да, да. Ты знаешь, мне нравится сочетание ванильного мороженого с фисташкой и... Что оно такое, типа, не холодное блюдо, а тёплое. Так, ну что, чай выпили, десерт скусали, всё вкусно, кайфанули. Последний вопрос тебе, как... Кто величайший футболист, по твоему мнению? Да много таких, я тебе говорю. Я это уже понял в начале ролика, что ты неоднозначный персонаж. Любишь, любишь... Как можно сказать, условно... Разворачивается это Соболе! Ну хорошо, есть там у тебя топ-10. Одного из топ-10 до их. Ну, одного из топ-10, ну, Месси. Ну, так же и Криштиану Роналду я могу сказать. Ну всё, ну ты назвал Месси первого. Ну потому что... Знаешь почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, Криштиану не выиграл чемпионат мира. Ребяточки, если вам понравился этот выпуск, если вы хотите, чтобы Соболев ещё пришёл что-то, где-то поучаствовал, пишите. С вами был Суперстас Соболев. Ставьте лайк, если вам зашёл такой обзор. Мне очень понравилось. Хорошо, совершенно посидели. Спасибо за приглашение. Считайте, футподкаст был. И по факту, да, и по п***ю. Подписывайтесь. Есть Телеграм же? Да, есть. Подписывайтесь на Телеграм. С вами был Суперстас и Александр Соболев. Всем пока-пока. Врубине увидите там. Врубине, б***ь, опять врубине, ну. Не, мы же придумали, что я чечевичный, б***ь, в твоей кастрюле, б***ь, из кастрюли. Не, это мы убрали. А прикинь, заспойлерил, что ты врубин переходишь. Камеру выключи.